Давайте попросим Александра Сергеевича Преображенского, наверное, у нас по порядку. Да, я здесь. Здравствуйте. Так, сейчас я попытаюсь всё включить. Так, меня слышно, коллеги? Да. А демонстрация появилась, в смысле презентация? Отличная демонстрация. Да. Так, сейчас, да, я сделаю полный экран. Дорогие коллеги, я очень рад участвовать в этой конференции, которая посвящена, конечно, крупнейшему и важнейшему памятнику Московской Руси. И цель моего сообщения, предварительного, конечно, не перегружая аудиторию такими специфическими наблюдениями, показать необходимость и возможность нового осмысления художественных особенностей монументальной живописи Смоленского собора Новодевичьего монастыря. Этот живописный комплекс, в сущности, можно назвать новым старым памятником. Старым потому, что он, конечно, на видном месте, он доступен, к нему не раз обращались и следователи, он, в общем, включён, введён в историю искусства. Новым потому, что эта живопись предстаёт перед нами в совершенно новом виде, гораздо более живом и естественном, чем это было ещё недавно. Это стало возможным благодаря продолжающейся реставрации фресок Смоленского собора, который ведётся специалистами МНРХУ и заключается в максимально полном раскрытии авторского живописного слоя, до чего требуется и проводится максимально полное удаление, во-первых, участков поновления доравиационного рубежа 19-20 веков, и, во-вторых, довольно многочисленных тонировок реставрационных советского времени, которые должны были в духе тогдашних представлений привести этот ансамбль в экспозиционный вид. Собственно, то, что мы видим сейчас, действительно позволяет говорить о памятнике в его новом состоянии и заставляет его по-новому оценить, потому что то, что о нём было раньше сказано, в общем, было сказано в других условиях. Отчасти, видимо, этим, хотя не только состоянием сохранности живописи тогда, но и общим отношением к искусству позднего Средневековья, которое недооценивалось, можно, очевидно, объяснить то, что существующие характеристики этой живописи суммарны и, в общем, довольно схематичны, как мне кажется, изобилуют такими оценочными суждениями, заключивающимися к тому, что это искусство торжественное, царственное, репрезентативное, монументальное, исполненное пафосом жреческой иерархии, как написано в знаменитой книге Михайловского и Пуриша «Очерки по истории монументальной живописи Древней Руси», и при этом часто констатируют то, что это живопись декоративная и манеристическая, то есть наблюдают суждения довольно противоречивые. Ну и, как правило, этим все ограничивается, достоинств в ней как-то особенных почти не видят и не случайно, поэтому часто исследователи сосредоточивают свое внимание на иконографической программе, на составе сцен, на их идейном значении и тому подобных проблем, чего, конечно, недостаточно, потому что есть другая сторона дела, сторона, собственно, художественная. Конечно, и раньше об этом ансамбле можно было судить, и несмотря на то, что до недавнего времени он существовал в виде далеком от аутентичного, все-таки свершилась одна существенная подвижка в его осмыслении, заключавшаяся, ну, можно сказать, что теперь у нас есть консенсус по этому поводу, заключавшаяся в отказе от долгое время господствовавшей датировки этой росписи временем Василия Третьего. Ну, понятно, что эта датировка была связана с ранней датировкой самого здания Смоленского собора, от которой, как вчера нам напомнило, показал Андрей Леонидович Баталов, уже приходится безговорочно отказаться, считая собор сооружением середины XVI века. Ну, сама живопись в этом, это следует из трудов Нины Валерьевна Кулевидзе и других исследователей, которые обращались к этому памятнику, она при этом все-таки относится не к времени Ивана Грозного, а к времени начала царствования Бориса Годунова, что, собственно, и раньше подозревали, и до появления известной книжки Лидии Сергеевны Рядковской, так, в общем, и считалось, что это живопись 1598 года или около того. Ну, следует сказать, что результаты реставрационных работ, длящихся и сейчас, в общем, подтверждают этот вывод. Можно, конечно, рассуждать о нюансах, можно задавать вопрос о том, что все-таки именно в виду имели составители надписи летописца, которые написали в ней не о росписи, а о совершении церкви. Чем объясняется расхождение датировок между этой надписью, где говорится о первом лете государства Бориса в 1598 году, и сообщением Пискаревского летописца, где роспись собора и украшения относятся к 1600 году. Ну, я думаю, что тут может быть либо неточность, допущенная автором Пискаревского летописца, либо, может быть, все-таки отражение более сложное, чем представляется ситуация, заключавшееся в том, что работы все эти, которые касались и росписи, стены, иконостаса, а, может быть, также и пределов утраченных первоначальных, о декорации которых мы ровно ничего не знаем, по невероятности, что эти работы производились дольше, чем кажется, но так или иначе это нюансы. Тут это не дает каких-то больших сдвигов. Все равно речь идет о самом конце XVI века, 1598 год или 1600, или промежуток между ними, эта разница совершенно непринципиальная. В всяком случае памятник этот теперь с полным правом занимает место одного из ключевых ансамблей Годуновского периода. Ансамблей тем более замечательных, что перед нами очень редкий случай, во-первых, росписи огромного шестистолбного собора. Надо сказать, что после... Это третий собор, расписанный целиком после Успенского собора и Архангельского собора, Московского Кремля. Собственно, все остальные споставимы типологически соборы XVI века, либо в это время расписаны не были, либо никогда не были расписаны, либо получили роспись гораздо позже, как скажем, Успенский собор Троицы Сергея Велавра. Это, конечно, показатель статуса монастыря, значение, которое придавал ему Борис Годунов и тому подобных вещей. Но, кроме всего прочего, мы имеем здесь, видимо, единовременно созданный комплекс иконостаса и фресок. Эта ситуация кажется тривиальной, но на самом деле она таковой не является, потому что подобные комплексы либо другие не дошли до нас во всей полноте, что-то доутрачено. Например, роспись есть и иконостаса нет, или наоборот. Либо же между этими элементами ансамбля интерьера есть такой-то хронологический разрыв, тут его, по всей видимости, нет. Действительно, мы имеем право говорить об абсурдном ансамбле икон и фресок, созданном в самом конце XVI века, и, видимо, вот эта формулировка летописца «совершися церковь» означает всю сумму работ, которые, конечно, существенно изменили облик храма. Ну, какие таковы, как мне кажется, наиболее существенные результаты текущих работ, кроме того, что в целом мы имеем памятник в новом состоянии? Во-первых, надо сказать, что в значительной части участков авторская живопись находится в состоянии неблестящем, она имеет много утрат, тем важнее то, что в нашем распоряжении теперь есть абсолютно нетронутые фрагменты авторского живописного слоя, которые сейчас перед вами, надеюсь, это фигура ангелов, которые были обнаружены под закладками люнетов боковых порталов Смоленского собора, естественно, изнутри. Во-вторых, стало понятно, хотя, в общем, были основания подозревать это и раньше, еще до раскрытия, что существующая идея в литературе отраженная о том, что некоторые композиции на столпах именно сцены «Спас Недреману и Охо» и «Не рыдай мне не мати» представляют собой композиции 60-х годов 17-го века, в общем, эта точка зрения оказывается неверной. Это часть первоначального ансамбля, очень важная для интерпретации его иконографической программы, кроме того, дающая важную информацию о стиле. Наконец, как я уже говорил, мы имеем право считать иконостас и росписи частью единого замысла, стилистически единой, что, конечно, не отменяет многочисленных нюансов эти части комплекса, так сказать, разделяющих, что, в общем, естественно, поскольку при выполнении работ такого объема, во-первых, мастерам, очевидно, приходилось как-то делить обязанности, во-вторых, многое зависело от функции той или иной композиции, того или иного цикла, поэтому говорить о том, что все здесь абсолютно унифицировано, и все здесь абсолютно едино, стилистически нельзя, можно выделять разные подходы к художественной форме, и, в частности, скажем, сопоставление сюжетных сцен в росписи и сюжетных сцен икон праздников в Лаконостасе может говорить о немножко разном подходе к живописи, хотя сохранность, конечно, налагает некоторое ограничение на возможность сопоставления. Надо сказать еще о том, что сами иконы тут сейчас находятся в процессе расчистки, и я с результатами этого процесса пока знаком меньше мне, чем с результатами раскрытия фресок, но, в общем, тем не менее, сопоставление возможно, это сопоставление говорит о том, что нюансы могут быть выявлены, сформулированы, и они раскрывают перед нами некую палитру, может быть, даже не столько манер индивидуальных, сколько именно вариантов большого стиля эпохи. Ну, собственно, вот те картинки, которые сейчас перед вами появляются, они показывают то, что полной однородности тут нет, что, скажем, иногда в живописи настенной фигуры, предметы, архитектурные формы кажутся более пластически насыщенными, тяжеловесными, статичными, чем более подвижные живописи, скажем так, он правильный. Но это еще требует дополнительного осмысления, пока на этом восстанавливаться не будет. Я хотел бы коснуться каких-то общих вопросов, связанных со стилем именно настенной живописи, которая, как я уже сказал в литературе, описывается суммарно, но вот в этих суммарных описаниях, характеристиках довольно часто встречается тезис о том, что перед нами, конечно, позднее отстоящее, довольно далеко от этого источника вдохновения, но все-таки некий пример рецепции, интерпретации традиций московского искусства эпохи Дионисия, то есть позднего XV века и самого начала XVI века. Мне кажется, что это не так, что искусство Дионисия, в случае с воспоминанием Смоленского собора, если вспоминается только один из элементов прошлого московской художественной традиции, столичной художественной традиции, что, мне кажется, следует из сопоставления каких-то однородных, в тонографическом отношении композиции, или даже иногда одних и тех же сюжетов, скажем, в росписи собора Ферапонтового монастыря, в росписи Смоленского собора, а также в памятниках времени Ивана Грозного, которые занимают промежуточное тонологическое положение между этими ансамблями. Роспись Дионисия – это живопись Дионисия Ферапонтового, в частности, это искусство крайне условное, идеализированное, в общем, доходящее до предельной схематизации образов и их групп, схематизации, которые делают это искусство крайне возручным, уносящим нас какие-то абсолютные и холодноватые несколько горние выси. Искусство времени Ивана Грозного, понятно, что я, конечно, сейчас рисую картину очень широкая москва, но я вообще огрубляю, это искусство тяготеющих экспрессий, иногда обретающий предельный характер. Это искусство, которое как бы являет нам некое сложное взаимодействие между материальным и духовным началом, некий конфликт, некое усилие духа, которое преодолевает ограничение материи. В случае с росписью Соборного Девичьего монастыря, да, это нужно сказать, что я, конечно, когда показываю общие виды композиции, я показываю и до реставрации, потому что сейчас просто, да, они перегорожены часто лесами, их невозможно снять в цельном виде, но к тому же не все и не пищут таки расчищены. Но тем не менее, если иметь в виду, что становление дореволюционное и вмешательство советского времени, они все-таки следуют композиции, по крайней мере, сохраняют тренографию, рисунок, ритмическую структуру, композиции и тому подобное их качество, все-таки можно этому тоже верить в каком-то смысле, да, так вот эти композиции, они говорят о чем-то другом, они говорят о некоем успокоении культуры и форм изобразительного искусства, о том, что эта эпоха ищет состояние гармонии, но гармонии не такой, да, вот условной, как в искусстве эпохи Дионисия, а сочетающейся с жизнью, с движением и движением таким легким, не слишком, так сказать, неисказающим форму, не лишающим ее внешнего благообразия и умиротворенности и такого лиризма, что ли. Так вот, если продолжать эти сравнения, опираясь на какие-то такие хорошие показательные реперные точки, тут очень, например, хороши в этом смысле, мне кажется, и продуктивность в представлении фигур святых воинов, которые, много таких концам присутствуют, сохранились и, естественно, наделены какими-то общими иконографическими характеристиками, но именно это их сход позволяет точнее понять, лучше понять отличие, собственно, художественное, отличие трактовки этих образов. Так вот, здесь мы видим примерно то же самое и видим, что большого сходства между этой живущей эпохи Дионисии все-таки нет, и говорит о том, что мастера конца 16 века апеллировали к искусству стареть недавно и не приходится, это мало похоже и на такие классистические или экспрессивные эксперименты имени Ивана Грозного, вот, можем вспомнить, кроме Двугайщинского собора, Кремля и Рост собора спаском и настоя в Ярославле, которые, это счастье, имеют точную дату. Мы видим какие-то иные результаты и идеалы, которые заключаются в том, что перед нами образы персонажей наказаны в состоянии длящницы, не строго определенном, в состоянии какого-то медленного тягучего перерождения, о чем, в частности, свидетельствует ритм композиции таких фигур оплывающих, не имеющих такой абсолютной структурности, фигур такого протеического характера, как бы меняющихся у нас на глаза, при этом, вроде бы, не совершая часто активных действий. Вот это вот качество, это роль ритма, это роль таких дугообразных, круглящихся. Форм, абрисов, это роль изгибов плавных, которые иногда делают фигуры, представляют фигуры казаться немножко грузноватыми, вот и в то же время делают ритмическое движение таким вечным, непрекращающимся, не имеющим конечных точек, это все застарает помнить скорее по контрасту, живых с эпохи Дионисия и по другому контрасту, живых с эпохи на грозного искусства раннего 15 века или, скажем, или первая половина 15 века искусства рублевского времени. Ну вот, собственно, для того, чтобы этот тезис, который, может быть, может показаться неожиданным и спорным, но вот как-то я с ним уже довольно давно живу, и мне кажется, что он имеет право по крайней мере на статус рабочей гипотезы, утверждение его я показываю фрагменты роспаси Владимирского Успенского собора 1408 года и не только, да, фрагменты роспаси, из Венегородского Успенского собора с промежа 14-15 веков или самого конца 14-15 века, мне кажется, что, несмотря, конечно, очевидные различия, которых не может не быть, учитывая временную и мировоззренческую дистанцию между собором и еще монастыря, точнее, его росписью этими ансамблями, мы можем говорить о воспроизведении каких-то сходных, даже не просто мотивов, а, во-первых, типажей, что я покажу дальше, во-вторых, поз, ракурсов и движений, типов движений, которые эти памятники объединяют, естественно, при этом понятное дело, что мастера конца 16 века, если я прав, и они действительно имели в виду подобного рода искусство, более раннее, искусство еще в поздневизантийское время, они его, конечно, интерпретировали, артикулируя, усиливая, трактуя манеристическом несколько духе, многие его детали, уходя от того идеального равновесия, так сказать, такой пластического начала и качества его одухотворяющих, которые характерны для искусства Рубровского времени. Конечно, вот эти манеристические наклонности 16 века, они для искусства конца 16 века даром не проходят, для искусства годеновского времени они сказываются, но все равно это уже далеко от живописи времени Ивана Грозного, который в этом отношении гораздо более безудержный, во-первых, требует крайних состояний, как правило, и, во-вторых, сами состояния, которые ценятся искусством конца 16 века, они другие, это состояние, скорее, созерцания, погруженности в себя, теплые молитвы и так далее и тому подобное. Это, конечно, ближе к началу 15 века, хотя начало 15 века не столь, я бы сказал, психологично, да, это эпоха, которая все-таки пытается постулировать некий вечный идеал, а не раскрывать какие-то более такие сиюминутные, да, жизненные и психологические состояния. Но так или иначе, как мне кажется, рифм много, они касаются и тех, повторяю, пост, которые часто используют живописцы, расписывавшие Смоленский собор, они касаются, я уже сказал, типажей и, так сказать, образного наполнения ликов, в данном случае Пиропонтова и Новодевича это как раз контраст, да, нейтральный, понятно, что есть определенный исход на уровне типологии ликов, но содержание разное, и отстраненность абсолютно дионисиевских образов, и наоборот, такая контактность образов и росписи Новодевича монастыря, они, как мне кажется, говорят о том, что это совершенно разные миры, и что мир росписей годановского времени, он и вообще искусство изобразительного годановского времени, он во многом ближе к миру образов искусства начала 15 века, что, в общем, даже подчас на уровне колористических соотношений проявляется, да, много тональных оттенков, много, несмотря на то, что есть утраты верхнего красочного слоя, завершающих моделировавших своих росписей Новодевичьего монастыря, создается впечатление, что, так сказать, рефлексы там тоже играли довольно большое значение, хотя, конечно, это уже другая живописная культура, и роль линии контура абреса, в том числе роль такая моделирующая пластику, здесь важнее, чем в искусстве раннего 15 века, но тем не менее, вот эти вот покатые плечи, эти гибкие шеи, эти свободные вместе с тем спокойные повороты, даже формы голов расширяющихся в пыльной затылочной части, мне кажется, может говорить о сознательном, не инстинктивном, а сознательном обращением строк конца 16 века, это касается не только собора Новичьего монастыря, не только его росписи, к памятникам раннего 15 века, но вот для иллюстрации этого я показываю лики Смоленского собора, которые отличаются лучше относительно прочих участков сохранности, это значительная степень лиц святых воинов, изображенных на его столбах, вот, в данном случае неважно, мне кажется, в какую эпоху этот более-менее общий идеал был реализован вполне и на более высоком художественном уровне, в общем, понятно, даже, наверное, в иерархии явлений искусств раннего 15 века значительный, но речь идет скорее об историческом процессе, его реконструкции, реконструкции его логики и сопоставления результатов не в смысле качества, а в смысле содержания и отличий содержательных и формальных тоже, которые могут быть, но это, естественно, еще надо формулировать и для этого, да, ну вот, собственно говоря, этот акцент на дугах, на плавных изгибах, на круглящихся формах, он принципиальный для росписи собора Новодевичьего монастыря, он хорошо виден даже тогда, когда красочного свойства нет, когда мы имеем дело только с рисунком, с графьей, имеющей обычно очень отчетливый характер, вот, и этот же рисунок, он заставляет увидеть, позволяет увидеть то, что здесь, конечно, очень много педалируется и форсируется, о чем я уже говорил, да, вот эти вот более заметные выпуклости, более, не отсутствие такого цельного ритма, который характерен до раннего 15 века, его большая прихотливость, это уже качество, конечно, нового такого художественного мышления, художественного мышления именно Гдановской эпохи. Возможно, вот, такое усложнение формы, ее подвижность, такое мерцание, как бы, да, выражающееся и в рисунке, и отчасти в пластике, и отчасти в колорите, сентиментальная окрашенность этого искусства рифмуются в большей степени даже не с памятниками раннего 15 века, рублевского времени, как мы его условно называем, а с сопроизведениями несколько более поздними, относящимися уже к второй четверти 15 века, ну, вот, 20-го годов и дальше, которые тоже в нашем распоряжении есть, памятники, собственно, как русские, так и памятники, находящиеся за пределами Руси, на территории византийского мира большого, типа тех икон, которые сейчас перед вами, икон московского и тверского происхождения, в данном случае художественный центр конкретно не так уж важен, вот, я думаю, что здесь тоже в качестве такой рабочей дипотезы можно говорить о возможности сопоставления этих, вроде бы, разных, совсем эпох и о возможности обращения мастеров-гудемовского времени к таким памятникам, которые отличаются таким, гораздо больше подвижности формы, чем в искусстве собственнорублевского времени, которые отличаются таким характерным любованием, да, внешней красотой формы и ее неустойчивостью, такой мягкостью, податливостью, которая способна выразить какие-то оттенки душевных движений персонажей и в то же время показать то, как они воспринчивы каким-то, так сказать, импульсом из горнего мира поистекающим, вот, это такое более ситуативное, более конкретное, более, может быть, зрелищное, вот, располагающее к такому миллионному созерцанию, а не к достижению высоких идеалов веры, но, тем не менее, это, конечно, продолжение своем роде искусства ранее 15 века. Вот этот вот такой традиционными формами осуществляемый натурализм, который можно заметить в памятниках второй четверти 15 века, в эпоху роспись и понтанусы в Местре, ключевого ивантийского памятника этого времени в росписах Калинча в Сербии и так далее, этот натурализм, который, в общем, не нарушает при этом, почти не нарушает общей идеальности, мерности, так сказать, строя художественного росписи Сморянского собора, он в них есть, если начать присматриваться к деталям, их там, может быть, не так много, в целом они очень экономно используют, но в каких-то композициях присутствуют, типа той же сцены Спасни Дремана Октур, здесь такие замечательные птицы, которые показывают не только, демонстрируют не только общие принципы обращения с формой, как я уже сказал, мягкой, податливой, такой, в текучей, изобилующей выпуклостями, округлостями, нежной такой, и при этом довольно постозной, если говорить о красочном слове делу, что делает форму еще более осязаемой, но здесь есть какая-то такая вот натоническая точность при этом непрепятствующая видеть тому, что эти формы кажутся идеализированными, такой натурализм без натурализма, как бы такое конструирование форм какими-то средствами, вытекающими из традиций, но тем не менее заставляющими верить в органическую жизнь этой самой формы, этого мира, материального, который перед нами предстоит, ворог, растений. Здесь нет ничего такого сверхсложного, ничего позволяющего, по крайней мере, на первый взгляд, ничего тут, мне кажется, нет такого, что позволяет говорить о каком-то импульсе чужеземном, но тем не менее, вот какое-то такое качество искусства этого времени и роспись Смоленского собора в себе несет, несут, и это качество присутствует и в других памятниках, которые к этому времени достоверно относятся, которые имеют дату, которые связаны с московским художественным кругом, видимо, это тоже не случайно, да, вот это с одной стороны искусство, которое действительно тяготеет, которое нацелено, да, не на какие-то, так сказать, не на демонстрацию какого-то, чего-то драматического, каких-то столкновений, коллизий и так далее, оно скорее рисует идеальное состояние человека и миром, с другой стороны, это идеальное состояние, так сказать, должно себя манифестировать через формы, которые кажутся живыми, так сказать, не условными, а наделенными дыханием, вот это тоже способствует тому, что они часто кажутся точными довольно как бы анатомически, физиологически даже, не анатомически. каково непосредственное окружение росписей Смоленского собора, если говорить о их стиле, возможно, о течениях, которые можно выявить в это время. Это вопрос сложный, потому что от конца XVI века на начало XVII века уцелело очень много памятников, с ними очень трудно управляться, и часто создается ощущение, что перед нами не несколько параллельно существующих течений, а такой континуум стилистический, в котором есть масса вариантов, эти варианты в то же время друг к другу не чужие, они не слишком друг к другу противоречат, они объединены вокруг какого-то смыслового, концептуального, мировоззрительнического центра, но вот с какими-то нюансами, с какими-то оттенками не слишком значительными это свойство этого, так сказать, стержня, сердцевины выражают. и все они так или иначе находятся в диалоге с классическим вариантом поздневизантийского искусства, интерпретируя и актуализируя его после того, как в зрелом 16 веке эпоха Ивана Грозного ценилось что-то другое, противоположное, многом антипластическое, острое и так далее. Мне кажется, что, пытаясь подобрать круг памятников, которые наиболее близки и роспись Многивичьего монастыря, в этот круг можно отнести миниатюры нескольких московских евангелий, в том числе евангелия, вложенного Борисом Водуновым в храм Господнего Иерусалима, сейчас эта картинка перед вами, можно говорить о том, что среди этих памятников оказываются некоторые иконы патрональных святых Бориса Водунова и его семейства, в общем, в этом событийном контексте неудивительно, и в данном случае я показываю одну из лучших икон такого типа, это икона из собрания Псковского музея, которая к псковской культуре подошли никакого отношения не имеет, она там случайно оказалась, она вообще на Зародской Софии происходит, эта икона, мне кажется, что здесь можно, несмотря на понятную разницу приемов между фреском и иконой, можно говорить о каких-то очень похожих качествах и формах и ее содержания, в частности, вот эта вот интонация теплой, доверительной, такой, до самозабвения доходящей, вместе с тем тихой, негромкой молитвы, это то, что здесь очень-очень хорошо совпадает. Значит, мне кажется также, что при этом многие конкретные особенности оспаса соборного девичьего монастыря говорят о том, что в их создании принимали участие люди, которые, так сказать, сформировались и работали уже полноценно на рубеже 80-х, 90-х годов 16-го века, когда многие процессы, которые приводят к появлению, сложившись из Телегдумовской эпохи, уже были запущены, уже происходили, но тем не менее вот такая формула еще не была универсальная, не была, стиля не была создана. Вот в частности, мне кажется, особенности трактовки архитектуры и участия в композициях, они вызывают, могут, по крайней мере, допустить сравнение этого ансамбля с миниатюрами в Салтире 1991-го года из-за Патерьского монастыря, вложенной туда Дмитрием Ивановичем Годуновым, дядей Борисом Федоровичем. Конечно, возникает вопрос о том, как соотносится роспись Смоленского собора с другими памятниками монументальной живописи, которая близки этому ансамблю по времени, даже, можно сказать, современной, практически, отделена от него несколькими годами, а, может быть, даже в ряде в случае их не отделены практически. Естественно, вспоминаются росписи больших визион, естественно, вспоминаются росписи, правда, нераскрытые почти Болгарищенского собора Сревучегодский, а также росписи Освенского собора Суяшки, которые я датирую, вроде как, уже к этому почти все привыкли, не временем Милом Грозеном, а временем 2605 года, на что указывают исторические данные и стиль. Так вот, выясняется, что эти памятники похожи, да, как явления одного времени, но не идентичны друг другу, как раз говорят о существовании некоего спектра, и в этом спектре явлений Смоленский собор, его роспись, видимо, занимает один из флангов, да, когда другую фланг занимают росписи Свияшеска, а между ними находятся все остальное. Как мне кажется, росписи Больших Везем, они выставляют свой памятник наиболее близкий стилистически росписям Смоленского собора, но при этом памятник, которым как раз уже достигается такое формульное состояние искусства Годеновского времени, в частности, на первый план выходит такой камерный оттенок интерпретации образов, что может быть, конечно, отчасти вызвано и функциональной разницей двух храмов, потому что церковь Веземых это камерный усадебный храм, там, кроме всего прочего другой масштаб интерьера, поверхности и так далее, требовал несколько иных решений, но в то же время, если выстраивать опять ряд однородных изображений, то все-таки, как мне кажется, можно сказать о том, что мастера, работавшие в Веземах с одной стороны и в Свеяшке с другой стороны, они как бы брали из росписи Смоленского собора разные содержащие истинные качества. Авторы росписи Везем как бы усиливали идею такой хрупкости, лидичности персонажей к самому углубленности и изящества. Авторы росписи Свеяшка, наоборот, педалировали такую тему монументальности, величественности, выпуклости формы, ее, в общем, активности, активности происходящих внутри нее процессов. Но при этом собор росписи Младеевича тоже не вполне одинаковый, ведь тоже можно выделить фигуры, которые, в общем, малоотличимы от соответствующих фигур росписи свеяшка. То есть это система, которая не позволяет разграничивать памятники, возводя между днём какие-то такие барьеры, что-то такое перетекающее скорее из одного в другое. Ну, в общем, есть, естественно, важные нюансы, поставящиеся и формы, и содержание, которые отличают роспись Сливочегодска от роспись Смоленского собора. Роспись Сливочегодска это живопись более открытая, создающая образы, с одной стороны, более, может быть, простодушные, с другой стороны, образы более подвижные, более непосредственные, более, так сказать, в большей степени рассчитаны на эмоциональный контакт со зрителем, но, тем не менее, опять, мне кажется, видно, что на самых разных уровнях это искусство, которое существует вокруг одного и того же, я уже сказал, такого стержня, такого-то вот суммы идей представления и ощущения, которые по-разному в зависимости от целей в это время мастерами московского, в общем, круга, все это мастера столичные, реализуются. И то, что их действительно, как мне кажется, объединяет, я уже заканчиваю, это вот апелляция, я уже говорил, поздневизантийской классики, просто она, эта классика, может приниматься в разных видах, по-разному, и, собственно, она сама может быть разной. Видимо, они все-таки какой-то информации о произведениях палеологовского времени обладали, не только пользуясь теми произведениями, которые были созданы на русской почве, но, может быть, зная что-то еще, во всяком случае, если свияж ассоциируется, как бы, перекликается с таким тяжелым моментальным стилем изантийского искусства позднего 13-го века, раннепалеологовским, то вот Новодевича, родописи Новодевича, мне кажется, могут быть действительно в рабочем порядке сопоставлены с искусством раннего 15-го века и в варианте русском, и в варианте не только русском, вот, и более того, как ни странно, да, но это я уже отчасти хулиганю, потому что последняя картинка, которую я показываю, последняя пара, это вроде бы пара совершенно не похожих друг на друга произведения, но, тем не менее, вот этот вот вкус крупной формы, легко воспринимаемой издали, да, и при этом живой, подыминственной, это умение вписать композицию в сложное пространство, в сложную плоскость, говорит о том, что неважно, кто что видел, да, кто с чем конкретно был знаком, но это позволяет, мне кажется, говорить о сознательном обращении не только к внешнепоникам, конечно, уже на московский лад поздний, да, но все-таки классическую форму, но и о том, что то содержание, которое заключалось в памятнике более раннего времени, в памятнике правой русской эпохи, оно, в общем, отчасти было понятно людям этого времени, как-то вот легло, да, и в религиозное сознание в том числе, но, естественно, это сознание было уже другим, и поэтому результат получился все-таки не копирующий, а оригинальный, именно адекватный своей эпохи, и надо вот точнее сформулировать, очевидно, в будущем, в чем все-таки его особенности содержательные. Спасибо, я на этом заканчиваю, надеюсь, что я не слишком привозил. Спасибо, спасибо. Вопросы, пожалуйста, к этому интересному очень докладу. Ну, у меня есть какой-то такой журналистский вопрос, Александр Сергеевич. Если бы я попросил вас все-таки сформулировать, ну, не знаю, в трех, в пяти словах, вот, как назвать все-таки этот стиль, понимаете, да, имя для стиля собора на воде еще монастыря? Ну, три слова, знаете, сколько вам надо, это что-то. Это действительно, действительно, я тоже по-журналистски отмечу, это у меня давно почему-то с этой эпохой в целом крутится в голове, Дольче Стильнова. Ага, Дольче Стильнова. Спасибо, спасибо, понятно. Хорошо. Еще, пожалуйста, какие-то вопросы. Нет вопросов. Спасибо.